Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кормилицин и это 40-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске Maxon покупает приложение Forger для 3D-скульптинга. Microsoft представила платформу Mesh для общения в смешанной реальности. Nvidia выпускает карты для майнинга. AR-приложение Vanna для примерки кроссовок. Maxon объявила о приобретении мобильного приложения Forger для 3D-скульптинга на iPad. Forger обладает интуитивно понятным мультитач-интерфейсом и обширной коллекцией кисти, а также инструментов для скульптинга. В приложении имеется возможность импорта и экспорта файлов OBG и Alembic. Forger доступен в App Store по цене 10 долларов. Вышел Redshift 3.039. Сборка включает плагины для Cinema 4D, Maya, 3ds Max, Houdini, Katana, SoftImage и Blender. Эта сборка содержит поддержку Nvidia Optics 7. В основном во всех 3D-пакетах исправили ошибки. Помимо этого в Maya переименовали Redshift OCL Material в Redshift OCL Shader. В Blender добавили поддержку Highlight Buckets для финального рендеринга. И да, друзья, ссылочка на форум в описании. В этом выпуске совместно с ребятами KinTools разыгрываем два ключа в FaceBuilder. Это плагин, который позволяет создавать точную 3D-модель головы на основе фотографий или видео, используя фотограмметрию и данные 3D-сканирования непосредственно в NUC. Условия, как всегда, одинаковые. Первое. Пиши в комментариях, где тебе пригодится KinTools. Указывай название самого KinTools, так мы поймем, что ты участвуешь. Второе. Жди результатов. В пятницу 19 марта выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Итоги выложим в наш Телеграм-канал. Пока ждешь результатов, можно опробовать 15-дневную пробную версию. С выходом стабильного DaVinci Resolve 17 анонсировали обновление Fusion Studio 17. Fusion – это программа для композитинга. В новой сборке добавили модификатор кривых анимаций для синхронизации анимации. Внедрили набор инструментов 2D-фигур с GPU-ускорением для Motion Graphics. Новые функции Fusion Studio также включены в DaVinci Resolve. И еще включили поддержку процессоров Apple M1. Ссылочка в описании. Microsoft представила платформу Mesh для работы и общения в смешанной реальности, иначе MR. Платформа, построенная на базе ажуры, позволяет общаться в виртуальном пространстве, взаимодействовать друг с другом и с 3D-объектами. К единому пространству можно подключиться с помощью HoloLens, большинства VR-гарнитур, планшетов, смартфонов и ПК. Первоначально Mesh будет представлять людей в виде виртуальных аватаров, взятых из социальной сети AltspaceVR. В дальнейшем планируется создавать проекцию человека. Посмотрим, приживется ли платформа, ведь основное ограничение для массового использования Mesh заключается в стоимости устройств HoloLens. RocketSquare выпустила RS ShaderKit 2.0, инструмент для управления шейдерами в Maya. ShaderKit предназначен для замены интерфейса Maya HyperShade. Софт содержит полезные инструменты для исправления распространенных проблем, связанных с шейдерами. Версия 2.0 была перестроена с нуля, обновили дизайн и добавили улучшения и новые функции. Для всех продуктов RocketSquare имеется документация, ссылочку оставили в описании. Adobe выпустила курс на 90 минут из шести частей и назвали его «Как начать работу Substance Pinder 2021». Плейлист лежит на YouTube-канале, учитывая, что курс на английском и ссылочку оставили в описании. В курсе описывается текстурирование одного объекта от начала до конца. В этот курс входят файлы проекта и рабочая тетрадь, в которой подробно описывается каждый шаг, показанный в видеороликах. NVIDIA выпускает карты для майнинга. Компания анонсировала линейку NVIDIA CMP для профессионального майнинга Ethereum. Ну или скорее просто майнинга. CMP оптимизированы и обеспечивают максимальную производительность и эффективность майнинга. Поддержка майнеров позволяет снизить спрос на графические процессоры GeForce RTX, предназначенные в первую очередь для геймеров и художников. Еще отметим, что с выходом карты GeForce RTX 3060 компания решила ограничить производительность в задачах майнинга через драйвера. Тем самым еще больше привлечь внимание к новым картам, которые представлены в четырех вариантах. Карты можно упаковать плотнее, чем GeForce RTX. HTC в своем твиттере выложил пост с изображением логотипа Vive с подписью «Это ваш ход». Видимо, компания решила подогреть интерес пользователей появлением нового устройства. Возможно, HTC представит компактную VR-гарнитуру Project Proton, прототип которого анонсировали еще в прошлом году. Исходя из чего, можно предположить, что в ближайшее время увидим новую гарнитуру. Ссылочка на твит в описании. Компания Vanabi в прошлом году запустила стартап Vanna в сфере дополнительной реальности. Команда сотрудничает с Gucci, Adidas, Puma и некоторыми другими известными брендами. Ребята разработали приложения Vanna Watch, Vanna Kicks и Vanna Nails. Проекты нацелены на виртуальную примерку часов, обуви и лака для ногтей. Ссылочку на сайт оставили в описании, мы уже протестили все три приложения и выглядит это довольно реалистично. Марсоход NASA уже путешествует по Марсу. В рамках подготовительных испытаний марсоход проехал на каменистой поверхности и совершил первый поворот. За 33 минуты преодолел около 6,5 метров. Вот такие дела. Perseverance с момента приземления передал уже тысячи изображений. NASA выпустила панораму с высоким разрешением, снятую на камеру марсохода. В течение двух последующих лет аппарат будет анализировать горные породы и собирать образцы почвы. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте про наши уроки помимо новостей. В первую очередь наш канал рассчитан на полезный контент, с помощью которого ты можешь понять, как устроена та или иная фишка или технология. Пишите нам за коллабами, распространяйте наши новости, чтобы о нас узнали другие люди. Это очень сильно поможет развитию нашего канала. Спасибо людям, кто делает NFT-картины больше, чем сутки, а также тем, кто делится полезной информацией с нами. Новости в следующий понедельник и удачи, мой друг. Новости в следующий понедельник.